коллеги трейдеры добрый день давайте проанализируем валютный рынок форекс по основным инструментам и так евро доллар видим торговлю в краткосрочном нисходящем тренде в рамках этого тренда вчера была пробита золотая зона 1 17 49 1 17 41 и следующей цели по снижению на эту неделю выступает целевая зона номер 2 1 16 69 1 1653 также мы наблюдаем коррекцию актива сегодня в область дополнительной зоны 1 17 47 1 17 43 что вызвало определенную реакцию продавцов цена на данный момент снижается давайте проверим инструмент на наличие паттерна на продажу итак перейдем на 30 минутный таймфрейм включим линейный график я вижу здесь наоборот паттер на покупку который называется ложный пробой поэтому продавать евро по текущим ценам и тем более по каким-то более выгодным цену я не вижу необходимости хочется увидеть модель которая будет называться например паттерн 123 в этом случае можно будет продать инструмент с целью на минимум сегодняшнего дня в альтернативном варианте можно ожидать роста котировок пробой дополнительной зоны закрепления выше на америке и тогда это откроет путь для работы в коррекцию с целью на промежуточной зоне 1 17 91 1 17 83 британский фунт по британцу на можно наблюдать паттерн ложного пробоя который выглядит следующим образом обозначим сначала сильные уровни чтобы вы понимали о чем идет речь и левое плечо сам ложный пробой возврат под все уровни и теперь уровни 1 37 62 1 37 92 выступает сопротивлениями как раз таки цена сегодня заходила в эту область и сейчас пока торгуется внутри диапазона для формирования сигнала на продажу требуется выход из этой области вниз тогда можно открыть продажу по рынку со стопом за максимум и стейк профитом на нижней целевой зоне 1 36 53 1 36 34 противном случае будем ждать теста промежуточная зона 1 38 10 1 38 ровно и закрепление на америке выше тогда будем уже покупать британский фунт смешению на верхней целевой зоне доллар иена после закрепления на американской сессии выше золотой зоны краткосрочный восходящий тренд продолжился в итоге была достигнута на азиатской сессии 2 целевая зона 110 91 110 79 после достижения целевой зоны у нас прошла коррекция в рамках которой была пробита дополнительная зона сейчас цена вернулась на поддержку и протестировала уровень сопротивления 110 83 ситуация очень напоминает модель 29 марта когда также была пробита дополнительная зона потом вернулись протестировали сопротивление опять поддержку и в итоге был был пробит уровень сопротивления сразу же цена отправилась до золотой зоны поэтому сегодня можно ожидать нечто похожее паттер на покупку появится тогда когда игроки пробьют уровень 110 83 америка закроется выше в этом случае откроется путь для роста котировок в области золотой зоны номер 2 111 47 111 41 другой вариант это вариант на продажу для того чтобы продавать доллар иену требуется пробой уровня 110 62 и закрепление ниже при таком раскладе через небольшую коррекцию ретест можно будет рассмотреть сел с целью на ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 110 33 110 27 доллар канадец в этом инструменте так и не смогли пробить золотую зону 1 26 29 126 21 это сильный уровень сопротивления реакцию на которой мы наблюдали один день далее второй день сегодня мы наблюдаем третий день три раза цена стуклась и три раза не получилось на данный момент игроки зашли в область выгодных цен на поиск покупок потому что тренд восходящий эта область 125 03 120 так секундочку 1260 31 25 84 игроки пока находится в этой области мы с вами все равно ищем покупки так как каждый раз у нас идет тест уровня либо обновляется локальный максимум поэтому если цена сегодня-завтра вернется на поддержку сформировать сформирует нечто похожее на паттерн например 123 то будем покупать доллар канадец а take profit выставим на уровне 126 36 альтернативный сценарий это пробитие уровня поддержки 125 84 и закрепление ниже тогда будем работать уже по паттерну старшего порядка это будет модель ложный пробой соответственно возможно достижение промежуточной зоны отскок от нее тест дополнительные зоны и продажа со сменой тренда но мы пока не будем заглянуть загадывать так далеко давайте сначала разберемся вот с этим диапазоном австралиец по австралийцу сформировался паттерн ложный пробой на продажу вчера игроки тестировали границу краткосрочного нисходящего тренда и потом пробили ключевой уровень 076 28 сформировалась модель сегодня мы наблюдаем коррекцию давайте обозначим уровень 50 процентов по фибоначчи так как чаще всего коррекция достигает именно до этих отметок ну на вплотную приближались к уровню 50 процентов также здесь еще уровень 076 28 следует рассмотреть продажу из этой области по паттерну price action с целью на минимуме 25 марта хотя я не исключаю что цена может из текущих рухнуть и обновить минимум поэтому либо продажи по текущим со стопом за максимум это будет агрессивная торговая рекомендация ну варианты были входить то и у нас был даже медвежий бар медвежий бар еще один медвежий пар и сейчас может произойти импульс агрессивная торговая рекомендация на продажу но консервативная все-таки это продажа из области золото вчера по золоту цена пробила промежуточную зону 17 05 17 ровно америка закрылась ниже краткосрочный тренд сменился на нисходящий целью по продажам выступает теперь нижняя целевая зона 16 55 16 45 на данный момент актив торгуется в коррекции и вероятной целью коррекции у нас с вами будет тест зоны 1 8 мы до нее еще пока не дошли поэтому продавать золото на сто процентов рано предлагаю подождать дождаться теста искать паттерн на продажу из области 16 91 16 90 при его появлении продавать первую фиксацию осуществить на минимуме сегодняшнего дня альтернативный сценарий это пробой дополнительной зоны и уровне 16 91 закрытия америке выше и тогда можно будет рассмотреть покупку с целью на промежуточной зоне 17 05 17 02 спасибо всем большое за внимание удачных торгов всем пока